запись включена всем привет сегодня у нас 18 января тема и писи приступай рассказывай привет всем так значит мне федор заводинченко немного по мне у меня получается с партнером есть команда у нас где-то 9 человек команде мы продаем свои товары на амазоне активно и вот у нас еще появилось агентство мы открыли по настройке 50 под ключ и вот будем еще сейчас запустили обучение сегодня сегодняшний лайф я хотел бы посвятить вот на сущной теме сейчас это после рождественский после рождественского что вообще делать паника у всех вопросы куда делись продажи клиенты мне говорят федор что случилось что куда вот я хочу сейчас рассказать как раз что делать когда вот сейчас такой промежуток время как правильно поступать с рекламой как реагировать на это все как понять это нормально либо плохо когда это наконец-то уже закончится ну расскажу там в общем по ппс моменты как правильно там различные причинно-следственные связи понимать об изменениях и все остальное вот ну и в конце анонсирую обучение расскажу по условиям кто захочет послушать все остальное так и я сначала вот на самом деле я выстраивал так контент но я хотел бы сначала понять и кто тут сейчас присутствует для кого рассказать те кто уже у них есть рекламные кампании за понимает и писи что-то или мне надо уже более на продвинутый уровень вот можете там как-то в комментариях написать кто там сколько приблизительно месяцев крутит и писи крутит и умножу очень долго и много кто понимает как работает ппс или на какой стадии 1 2 3 да да так так продвинутый продвинутый олега мы знаем мы недавно с ним общались концентрировали так продвинутый ну тоже такое конечно понятие продвинутый Владимир Тацишин 2 2 месяца тоже мне что-то не совсем понимать ладно давайте так я буду на среднем уровне рассказывать так чтобы было и понятно ну вот тем предположим кто знает что такое search term вот я буду на таком языке разговаривать так вот значит сейчас вот такой промежуток времени когда вот лично расскажу про свои продажи которые у меня были значит в период до Рождества где-то до 22 декабря у меня по одному из товаров было где-то приблизительно 250 продаж в день вот потом после 22 декабря начался спать у меня начался спать и вот в январе в первую неделю там с первого по седьмого у меня продажи были около 30-20 продаж в день но там еще налетела конечно мне негатива мы еще сделали рестарт полностью этого товара но как видите там продажи упали еще в 10 раз по одному товару потом вот если говорить о товаре который мы запустили где-то 3 недели назад то сейчас мы там с нуля вышли где-то ну 20-25 продаж в день 15 она там прыгает сейчас есть поэтому продажи продажи есть но так как у меня получается еще параллельно есть опыт у меня параллельно еще клиентов 30-35 и различные ниши то я скажу в целом картинка просела у всех у всех упали продажи у всех ухудшились окосы сейчас я расскажу вообще как это понять почему так произошло и нормальное дейли но надо смириться с тем что январь это мертвый месяц это понятно как понять вообще нормально это то что у вас продажи упали или это короче плохо первое что надо нужно сделать это зайти посмотреть все твоих конкурентов сколько же у них продаж я пользуюсь джентль скаутом зашли посмотрели если у всех упали продажи то это нормальная ситуация еще вот допустим про тот же товар который я рассказывал когда у меня было 250 продаж и упало до 30 то мы бестселлер ранг в принципе остался на той же позиции что это значит это в принципе емкость не емкость а спрос упал в общем по категории то есть я в принципе не повышен такая ситуация но у меня где-то вот 30-40 продаж было и до этого по этому товару поэтому как бы нормально это категория игрушек у меня она ну под рождество подходит поэтому нормально еще вот допустим пример был что забываю такой момент что в декабрь естественно сумасшедший спрос и там даже если будет на коленке сделана рекламная компания то будут продажи конкретно из моих клиентов были продажи 30 штук в день где-то прыгало 25-30 то сейчас за последнюю неделю там одна-две продажи в неделю вот но если посмотреть по конкурентам то у конкурентов в принципе полторы тысячи продаж в месяц есть и у них там не слишком большая конкуренция но если посмотреть на ее рекламную компанию мы недавно просто начали работать то там рекламная компания просто не очень настроена была хорошо и что у человека в голове то есть человек думает что если раньше вот были продажи значит в принципе и реклама реклама была настроена и все значит это как бы все было нормально но по сути если посмотреть правде глаза там реклама была настроена не очень и продажи были чисто из-за рождественского хайпа вот то есть это означает что просто надо переделать рекламу пересмотреть или переделать в общем еще такой момент заметили два момента что после рождества ставки на некоторых товарах в некоторых нишах именно предложенные амазоном уменьшились а некоторые ставки предложенные амазоном увеличились ну цена клика в среднем увеличилась с чем она связана первое насчет того что ставки уменьшились ну все очень логично потому что у всех начали ну а еще документы начну с того что на амазоне как бы всегда есть не только на амазоне везде заходят люди которые есть которые готовы покупать а есть которые просто шляются по амазону лишь бы покладывать посмотреть и люди делают вывод если реклама кликается а продаж нет значит что-то вообще не так с рекламой нет просто вот теперь сейчас в этот промежуток после рождества на амазон больше заходят те кто просто ну как бы гуляют которым делать нечего у которых ну там бездельники просто поклацать и они кликают естественно рекламу скликивает и ничего не покупает а те кто реально готовы покупать их там мало вот и вернемся к тому моменту почему же снижается ставка по этому предложенное амазоном потому что все продавцы смотрят ну напоминаю PPC что это такое это аукцион по каждому матч-тайпу все по каждому ключу мы конкурируем с другими товарами и продавцами которые тоже рекламируются по этому ключу и все остальное то есть все после рождества смотрят спрос упал ну не спрос упал готовность покупать упала начали ключи работать хуже все начали резать ставки раз и следовательно спрос на аукцион на ключевое слово упал и поэтому и падают эти предложенные ставки амазоном и следовательно падают клики ну цены за клики в общем другая ситуация какая-то поднимает вот поднялся поднялась средняя было там 2.5 средняя цена клика поднялась до 3.2 доллара цена клика средняя что это произошло вообще это ребята другие в этой нише это кто-то перепуганный увидел что продаж нет значит надо задирать цены на клик в общем и начали тоже поднимать цены следовательно из-за этого цена клика увеличилась вот что это и что мы потом видим ситуацию после этого вот ситуация есть такая значит рекламная компания получается осталась какая была значит ставки остались те же которые были никто ничего не менял но резко ухудшилась конверсия по ключам ну вот по тем же ключам которые конвертир раньше ну быстро как бы ухудшилась первое это я напоминаю то что шныри остались те кто просто ходят и смотрят по амазону ничего не делают вот и у вас из-за того что я уже говорил перед этим общая цена предложенная амазоном по акционе снизилась либо увеличилась а ваша ставка осталась та же следовательно вы начали показываться просто в другом месте где-то на амазоне если раньше вы показывали среди одних конкурентов и когда люди смотрели и сравнивали вас с другими вы были более конкурентны а вас тут бац и начали показывать в другом месте и вы уже среди тех конкурентов начали быть ну менее конкурент допустим это бывает такая ситуация в некоторых товарах такого не наблюдается это нужно по каждому ключу посмотреть где вы показываетесь рядом с кем вы показываетесь и все остальное вот это я рассказываю почему так происходит что нужно делать в этот период вот сейчас пока я посмотрел в прошлое у меня был мертвый но с середины меня слышно? Слышно меня? Чуть-чуть прерывается Слышно? Вот о чем я так уже говорил А, да, вот что нужно делать получается нужно вот этот А, да, я говорил что после середины января спрос начинает улучшаться да, действительно вот мы каждый день делаем срез по всем рекламным кампаниям и по своим и по клиентам и мы видим что сейчас ситуация уже по чуть-чуть становится лучше и я ну вот начиная с с начала февраля ситуация уже должна улучшиться и дальше нам будет устаканиваться там дома в январе в феврале уже должно быть более-менее все хорошо вот что я скажу сейчас мы по некоторым рекламным кампаниям просто срезали бюджет сделали его меньше это первое что нужно сделать и срезать ставки и желательно оставить те ключи которые для вас очень важны по которым вы находитесь ну там это главные ключи на которых вы находитесь в определенных позициях под ним тоже можно чуть-чуть подрезать даже бог с ним что вы будете работать в этом в минус по этим ключам ничего страшного перетерпите сейчас этот промежуток времени пойдет на небольших бюджетах до Шкандыбайде до февраля и там все будет хорошо вот что еще хотел сказать вот еще такое заметил что сейчас в некоторых нишах все просто взяли и дропнули цент много я заметил людей просто не наблюдают не делают срез не за этим за рынком обязательно смотрите на рынок какая цена среднерыночная и следите за ней потому что если вы этот момент пропитаете то у вас просто ну естественно конверсии листинга упадут и окосы увеличатся и будете работать минус делайте срез по цене по рынку приблизительно там ну раз в неделю раз в две не делайте в неделю делайте а вообще еще рекомендую посмотреть позиции по ключам раз в два дня вот мы так делаем вот поэтому подведу итог это нормально что сейчас после Рождества такая ситуация у некоторых не у всех не у всех сразу говорю о товарах такая ситуация первое что нужно сделать это посмотреть как там у конкурентов дела у них продажи упали либо нет посмотреть на свой ранг какой он был раньше и какой сейчас если он не изменился значит это нормальная ситуация значит оставить ключи сделать упор на те ключи главные которые есть подрезать рекламный бюджет и наблюдать за ставками каждый день потому что в один момент могут обратно менять ставки опять весь рынок начнет либо поднимать там ставки либо понижать и опять же предложенные ставки будут меняться и вы будете показываться в других местах поэтому вот сейчас этот промежуток времени я рекомендую почти каждый день наблюдать за этим всем где вы показываетесь как вы показываетесь и все остальное так теперь я расскажу как правильно вот мы делаем когда поднимаем ставки при каких а вот смотрите еще такой момент бывает забыл рассказать о том что когда ставки в аукционе именно в общем падают им предложенные амазоном то в рекламных компаниях иногда появляются ключи которые выкликивает весь бюджет сразу что нужно сделать надо по чуть-чуть снижать ставку и смотреть ну вы и так допустим показываетесь на первых страницах а еще и выше стали показывать надо по чуть-чуть снижать ставку и посмотреть где вы показываетесь вот найти ту минимальную ставку при которой вы там на первой странице показываетесь вот это самое ну правильно как мы поднимаем допустим либо вы видите что у вас ключ какой-то ну конвертит хорошо как понять поднимать на него ставку либо нет мы берем кликаем на рекламную ну на этот на ключ этот точнее вводим его в амазоне и смотрим если мы показываемся на если мы показываемся допустим с вами на первой странице по этому ключу который хороший значит естественно ставку поднимать не надо если мы где-то показываемся ниже где-то то поднимаем ставку вот на что еще хотел сакцентировать внимание ваше когда вы делаете разрез по рекламной кампании именно в разрезе серч терм не самого ключа как такового а серч терм не спешите минусовать либо как-то резать ключи какие-то которые в минус кликают если по ним там два-три продать две-три продажи я уже когда-то говорил о том что вот бывает ситуация одно ключевое слово вроде может принести допустим сто кликов так как у нас ну я заметил такую тенденцию что те кто только начинает либо там недавно начали они либо в силу лени либо в силу не знаю чего они не пользуются никакими программами для отслеживания там ни продаж ни каких-то этих не статистики по рекламе ничего я не понимаю почему это создано но сам факт я призываю к тому что вы если работаете с PPC ну я лично я с ребятами мы работаем с командой именно в PPC скопе потому что там супер крутая статистика и там можно если можно смотреть статистику в разрезе недели он так склеивает отчеты что можно посмотреть статистику за неделю вот когда люди работают в табличках может кому-то удобнее да можно с ними работать но там слишком геморно и тяжело понять статистику именно в разрезе недели так вот вернемся к слову про предположим что он вам принес 150 кликов если посмотреть чисто в рекламном кабинете можно посмотреть ого ни хрена 150 кликов скликал мне весь бюджет три продажи было несчастно и берут и начинают его резать там клип ну там допустим ну я грубо сказал три продажи может пять может шесть может семь вот и начинают его сразу резать но если посмотреть через программу PPC скоп по этому ключу сколько серч термов он принес из 150 кликов он может перенести 80 различных серч термов по которым было 1-2 клика и в сумме они как раз и дали эти 150 там кликов то есть и делать выводы ну на на том что ключевое слово хреновое когда у тебя по серчерам 1-2 клика это ошибочно я обычно смотрю что было 5-6-7-8-9-10 на сколько бюджет позволяет сколько было кликов если бывает такое что нету-нету на пятом клике раз и две продажи и вот просто тут нужно терпение нужно ждать нужно выжидать на самом деле и понимаешь что это все инвестиция и PPC настроить за одну неделю невозможно даже за месяц это супер тяжело мы допустим одному из клиентов мы с ним нам пришлось с ним работать около сколько около полтора месяца мы только через полтора месяца выведем на то чтобы у него ежедневно было он работал каждый день продавал в ноль там ситуация была тяжелая что очень была большая цена закупки там около 27 долларов и ну просто самый главный конкурент там продавал с такой же ценой на Амазоне вот и мы через полтора месяца только вышли в ноль это мы резали бюджет и до этого как мы только начали работать там было что-то минус 100 баксов каждый день и потом через еще полтора месяца то есть через три месяца после начала после два месяца после начала работы у нас только мы вышли на то что у него было где-то три тысячи я не помню три с половиной тысячи долларов чистыми делом в неделю вот под конец уже то есть увеличилось то есть главное в PPC это вот то самое это терпение вот и важно если вы даже не помните в PPC с копией я уже рассказывал когда-то что там есть менеджер который запоминает любые ваши телодвижения и любые ваши изменения которые были потому что я заметил такую штуку что люди любят короче ну я не знаю на Амазоне они любят делать кучу телодвижений сразу в один момент я даже слышал такую стратегию что там каждый день поднимать ставку какую-то по автор рекламе либо еще что-то ну как можно отследить потом свои действия вот если делать во-первых статистика за один день это не статистика это самое главное и как можно отследить свои телодвижения и нигде их не записывать как можно понять вообще вот это самое важное на самом деле не только в PPC наверное вообще в продажах на Амазоне это причины следственной связи что надо делать это вы что-то сделали обязательно это внесли в документ куда-то записали что вы сделали какого числа вы это сделали подождали хотя бы чтобы набралось 5 дней статистики по этому всему и посмотрели к чему это пришло сделать вот и пошли дальше вот то есть самое важное в PPC вот и вообще это причины следственной связи и все постепенно аккуратно и с терпением вот теперь давайте поговорим нет давайте остановлюсь может у кого-то есть вопросы сейчас потому что я сказал есть вопросы сейчас посмотрим я не понял вопрос лего что если рекомендованы бит упал а остальное наоборот ну соотношение там же не бит рекомендован он же не посередине пишется вот на что имеется ну я на это внимание обращал я не понял я не понял что он имеет в виду именно остальное ну остальное еще раз говорю ставка максимальная минимальная может быть это имеется в виду нет нет понимаешь бит рекомендованный это и есть ставка он что-то имеет другое Ладно Олег если что то напиши про табличку я тебе отвечу все равно не понял что ты имеешь в виду просто напиши мне и все как отследить что товар показывается не там надо вот сначала Роман понять что значит там а что значит не там можно сделать вывод если вы фиксировали где раньше вы показывались по рекламной кампании на какой странице в каком месте то если вы через неделю посмотрели что вы показывались не там где раньше вот так это и понимается Программы какими пользуешься? Я напишу программы без проблем Владимир Дацишин как относитесь к PPC Tools я никак не отношусь потому что я никогда не пробовал его на данный момент я на нем работаю находимся в стадии теста я не могу сказать то есть мы вот на данный момент вчера как раз только доделали все мои пожелания они были абсолютно элементарные то есть как можно PPC работать? два варианта первое это Excel таблицы второе это программы которые нам помогают во всех этих моментах вот и в Excel таблицах есть определенные вещи которые я убираю например осин 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 мы на него повлиять никак не можем то есть вот эти вот вещи и соответственно мы вот как раз позавчера только его убрали то есть как бы там ни было в любом случае доделывается то есть PPC Tools в принципе я со скопом чуть-чуть поработал в принципе все то же самое ничего там такого особенного не вижу просто мне с PPC Tools интересно работать есть очень много плюсов очень много потому что программу делают под вас слышат ваши пожелания делают все достаточно быстро единственная одна претензия у меня это я считаю должна быть база должны быть вот эти вещи которые автоматизируют нашу всю работу за что платятся деньги то есть это момент перевели во фразу перевели в паузу ну то есть сделали вот эти вещи чтобы не заходя вот именно чтобы там было на 100% правильно то есть сейчас я как раз это все тестирую в принципе налаживается то есть мне нравится PPC скоп это просто если вам нравится более однозначно на данный момент более надежная история но и на но и одновременно более такая гранитная то есть изменение там особо дождаться улучшения каких-то вещей ваших пожеланий практически невозможно так что если вам нужен новый такой драйвовый компакт такая программа этого tools но я не знаю думаю думаю быстро настроиться и все будет нормально мы сколько уже ей занимаемся то есть я уже про нее рассказывал месяц 3-4 вот конкретно у меня есть информация вот но вот сейчас много всего очень сделано сейчас я конкретно это тещу и чуть-чуть попозже об этом расскажу то есть как мне на самом деле помогает с моими аккаунтами знаешь я наверное возьму для теста мы тоже потестим поработаем да сравнить сравнить просто я говорю я не спец по оскопу но то что было я просто взял я перешел от excel таблиц в которых я все это лопатил там нет истории там нет этого нет того пятого десятого вот tools как раз мои пожелания быстро исправили сделали мне в принципе все комфортно единственно единственное я говорю это вот надежность того что я сделал действие и она в амазоне прошло вот это единственное но это опять вопрос доверия просто поработать и все то есть на данный момент я что делал я это делаю и перепроверяю смотрю на амазоне то есть вот такая история пока что это в любом случае такой еще сырой для меня продукт потому что я еще в него не поверил а почему не поверил потому что деньги очень большие вот из-за этого там пока внимательно к этому отношусь но я бы мне кажется икскопи это бы делал а сколько стоит 50 ничего не могу сказать по моей рефералке посмотри таблицы инструментов там от 40 долларов до 150 да я просто не знаю ну вот Сергей он разобрался не больше единственный Сергей ты говорю я за две недели теста три мы уже столько всего исправили ты говорил там ты внес там сотни изменений дополнений и так далее мы просто элементарные вещи для меня максимально очевидные вот исправили мы прямо вот сейчас у меня на глаза сейчас решает куда пойти я например рекомендовал выбрать одно предложение и начать с ним работать не работать с двумя потому что например я сегодня заходил в tools но мне очень сложно перейти на tools потому что другой совершенно интерфейс другой дизайн мне пока непонятно то есть я просто не могу физически туда войти то есть если я посижу очень долго поразбираюсь то конечно я перееду со скупа в tools но скуп он более такой скажем простой как жигули можно разобрать и собрать это уже навороченная машина ну вот из-за этого единственное я говорю мне одна претензия к ним к tools то что очень-очень много наворотов я говорю успокойтесь давайте сделаем это остановимся и чтобы это работало как швейцарские часы все четко никаких там там на дизайн просто чтобы это надежно работало чтобы я гол не сбивал не бегал в амазон перепроверял тест раз в негативе это или не не в негативе в паузе не в паузе перевели не перевели то есть вот такие вот момент а так принципе там на дизайна тоже стоит поработать и обещал в ближайшее время это все поправить может быть у меня вкусовщины как бы раньше не а потому и легко просить что-либо сделать потому что на пальцах объяснил хочу вот так и вот так там он работал он работал в команде он уже рассказывал раньше в команде которая занималась какой-то там крупной программы там же чтобы пи-пи-си надо плотный контакт так скажем с американским амазоном иметь то есть там вот эти все программные вещи то есть очень сложно ну так как они работали у них был выход на них они получили ключ какой-то ну и соответственно работать то что пи-пи-сишный программ то достаточно мало потому что вот этот ключ получить вход в amazon чтобы это все анализировать очень сложно так что правильно вот мне сергей то же самое сказал выберите одну программу и с ней работаете я просто начал стулся ой начал со скопа так как серый все время занят был что-то я там тормознул но мы пойду стул сам разбираться но вот стул сам я реально месяц и мы постоянно что-то переделаем то есть не то что я подгоняя под себя как там новичок или еще что-то я убираю просто очевидные вещи которые будут удобно абсолютно всем то есть я не занимаюсь там каким-то там дизайнером там и все остальное мне надо чтобы он не давал увеличил мой доход и все я бы цель таблицах 20 баксов минимальными для новичков то первый раз там еще три недели по моему бесплатно и реферал то есть я сейчас с ними веду переговоры чтобы они мне скидку нормально дали потому что мы столько им подключили людей мы все но тут сергея есть какая скидка особенно у меня стартовый в этот самый пакет 24 доллара на любое количество скаю от 3 до 100 то есть если что можете взять мою рефералку пожалуйста что таких условий больше не даст не даст но мы с ними они брыкаются мы с ними общаемся но вроде думают продать посмотрим ну давайте да если что несколько сергея обращаюсь рефералка есть окей так давайте отвечу на вопрос вопрос какая разница между компаниями протекти и фрейс учите матчасть во первых это не компании это матч тайпу брод это все очень просто брод это широкая соответственно есть то есть ну там но грубо говоря мусор это воронку вот представьте себе это брод это широкая воронка который может тянуть за собой кучу различных ключей потом следом за ней идет уже воронка это фрейс и самое такое точечная игла это и цикл вот наверное неправильно сформулировал вопрос больше интересовало ли места показа по этим компаниям я знаю разницу между экзамен больше интересовало где конкретно какой компании показывать брод он стоит дешевле как бы может быть есть смысл как бы за брод заплатить чем за экзак 2 раза потому что просто если где-то если он показывается вверху листинга то это хорошо если где-то в конкурентах то ну вот эти места мне интересны были по каким компаниям какие места давай я тебе объясню такой момент ты должен понимать такую вещь первое что это не компания а мечтает второй момент что показы вот где показывается именно на амазоне это не зависит от мачтайпы мачтайпы это сами это вот представь и писей это всего то есть аукцион ключевых слов между собой я сказал что брод это широкая фраза то чуть уже и экзект это точное соответствие да так вот это разные ключевые слова просто в разных мачтайпах разная конкуренция понимаешь по этим ключевым словам и то есть показы зависит мне где ты показываться не от мачтайпа а вот конкуренции пока ли по определенным мачтайпу и по определенным ключом вот и все вот примеру возьмем например bluetooth наушники такой ключ да если он вроде bluetooth наушники он так и так покажется блютуз наушником если он в экзакте то он покажется только bluetooth наушники правильно вроде он покажется и наушники блютуз и bluetooth наушники еще там плюс штура то есть если смысл делать экзакт если bros включается сюда все уже просто все варианты одно и то же треки воя слова поводу тебе скажу именно ключевое слово я сейчас не говорю про в разных матч-тайпах ведет себя по-разному. Поэтому это стандартная, это еще Брайана стратегия, когда ты строишь рекламную кампанию, мы строим рекламную кампанию и все ключи сразу засовываем в три различных матч-тайпа. Потому что один и тот же ключ в различных матч-тайпах может себя вести по-разному. И уже когда ты крутишь во время пути, во время анализа, ты уже для себя принимаешь решение, в каком матч-тайпе, какое ключевое слово. Надо еще не забывать, что кейворды и серф-терн две большие разницы. И в экзакте это одно, а в броде и в фрезе это уже вообще совершенно другие слова, ключевые запросы. С различными другими цифрами, объективными показателями, конкурентами. Да, я же говорю, они между собой никак не связаны. Они конкурируют между собой. То есть это совсем разные слои, можно сказать. Представь это как три разных слоя. И эти три разных параллельных линии не между собой конкурируют, а по каждой линии вот эти все ключевые слова, они там конкурируют. Вот так я тебе могу объяснить более-менее, чтобы было понятно. И когда ты вот это все анализируешь, вот просто тогда ты сможешь понять. Но приоритетнее для Амазона именно показываться по экзакте. Ну, если этот ключ, допустим, в проде экзекте, то он будет, ну, то есть больше показываться точечнее. Из-за этого не надо отдельно одинаковые ставки ставить на разные матч-тайпы? Ну, да. Вот я заметил, что с экзакта ключи в основном вверху листинга. Можно как бы поднимаешь ставку, и он показывается там в самом начале листинга. Да, те же ключи в проде и в фрейзе тоже, те же ключи, просто разные ставки. Я просто не могу, а, что, разные ставки? Ну, да, это прод дешевле, фрейз средняя цена, и экзакт уже такие ключи, которые я хочу просто поднимать, вытягивать. Максимальные ставки там по 2,5-3 доллара, чтобы показывалось прям вверху листинга. Я еще до конца не понимаю, мы сейчас говорим о ключевых словах или серж-черманах? А, я думаю, о ключевых. Это две разные. О ключевых, да, о кейвордецах, о ключевых словах. Ну, а это же ты, серж-черман, это то, что вписывает клиент, покупатель, дорогие Амазон. Да, то, что клиент. Не, у меня, ну, по кейвордцам, я, то есть, по ключевым словам. Они же разные за собой эти, серж-черман подтягивают. Ты смотри всегда на серж-черман. Вот. Ну, сначала смотри на серж-черман, а потом к какому ключу это делать. Ты пользуешься какой-то программой? Ну, да, скопом пользуюсь. В скопе там же все предельно понятно показано. Да, со скопом у меня вот последние пару дней такая ситуация произошла. У меня было меньше SKU там и добавил пару SKU, он мне просто все заблокировал. Не могу ничего зайти, проверить. Он мне говорит, поднимите план и все. Пока план не поднимешь, даже не можешь зайти, ничего с тем. Ну, да, он так и делает. Потом, если поднимет план, то просто перезапустись. Потому что может стату не поднять. Потом. Сейчас, дальше вопрос. А то он подтянет, он все подтянет. Ну, у меня было, у нас была такая ситуация, там у клиента столько SKU было, что оно не подтянуло сразу. Ну, сразу нет, но там можно 12 часов тянуть. Ну, да, там надо было перезапустить. Ну, важно. Бах был, бах был такой, короче. Один раз. Сейчас, следующий вопрос. Нужно ли убирать в автомате ключевые слова, которые используются в мануале? Есть разные точки зрения. Зачем? Зачем убирать? Там же продажи есть, зачем оттуда убирать? Не убирайте. А, подождите. Нужно ли убирать... Вопрос теперь, надо чуть-чуть уточнить. Нужно ли убирать в автомате ключевые слова, которые используются в мануале? Именно вообще просто используются все слова, которые в автомате, убирайте, которые используются в мануале? Ну, если так, вопрос, я правильно понял, то нет, конечно. Это двероксных компаний вообще нет. Никак их не сопоставляйте. Можете, единственное, что делать, это вытягивать там продающие слова с автомата и засовывать их в три мэштайпа. И прокручивать их, смотреть, где они лучше всего работают. Вот. Ну, а в авторекламе минусуйте шлак. Все. Еще есть вопросы какие-то? Я так понял, нет вопросов. Так, значит, что я хотел дальше рассказать. Значит, я хотел рассказать сейчас о стратегии по выбору PPC. Вообще, давайте рассмотрим, какие есть вообще цели у рекламной компании PPC. Есть, ну, первое, когда запускается товар. Ну, вот, допустим, когда мы сейчас запускали вот этот промежуток времени, когда после рождественский, мы запускали, во-первых, ну, у меня ниша просто такая, у меня товар, он уникальный, и у меня было 5 отзывов, не верифай, мы сделали. Но мы запустили рекламную компанию со стартовым бюджетом по 20 баксов на авторекламу, 20 баксов на ручную рекламу. И дальше вот так крутили. То есть сейчас, если вы запускаете товар, если вы готовы, конечно, инвестировать, то можете там рубить нормальный бюджет, но только если у вас отзывы позволяют. Вот. Прокрутите хотя бы на самом старте, там, пару, не пару дней, а хотя бы дней 9, чтобы была статистика за 7 дней. Посмотрите, насколько в минус она сработала. Если супер в минус она сработала, то прикрутите бюджет, посмотрите, что у вас там в листинге не так, может отзыв поднабраться, все с другим. Но про стратегию. ППС вообще, я не рассматриваю ППС, рекламу, как инструмент, чтобы с самого начала первого месяца-два это будет супер круто, и рекламная компания начнет работать в ППС. Сначала агрессивный запуск рекламной кампании, это мы берем, если это только поправочка, это уместно только тогда, когда товар сам по себе хороший. Поэтому я имею в виду, ниша не супер конкурентная, и само предложение безотказное. Я имею в виду, что весь рынок подает 5 ложек по 10 долларов, а вы зашли, прям продаете 10 ложек по 5 долларов, то же самое. Ну вот у вас безотказное предложение, у вас будет брать. Тогда смотрите, что делаем. Мы берем и сразу, там набрали хотя бы критическую массу отзывов, 10 там хотя бы, уже можно начинать. И запускаем бюджет по максимуму. Да, оно будет длиться в минус. Оно будет длиться в сумасшедший минус. Вот из примеров одного товара, который мы запускали, мы сделали выпуску по этому товару. И у нас 7 тысяч слов, около 7 тысяч слов, мы находимся на первых, третьих позициях на Амазоне. Первые, вторые, третьи позиции. Хотя в рекламной кампании, когда мы стартовали, мы всегда берем не больше 100 слов, когда запускаем. И то из этих 100 слов, естественно, что не все 100 кликаются. То есть мы лили недели, две, по-моему, в минус себе. И в один момент нас просто подтянуло по всем ключам вверх. Вот это вот так вот агрессивно можно запускать товары. Это без всяких выкупов и без всякого и всего. Это просто хороший товар и сливаем рекламу в минус. Да, там были продажи, но это было не высокого. И я даже не смотрю там, я понимаю прекрасно, что я инвестирую в рекламу, что это для того, чтобы у меня выстрелил товар. И есть более аккуратный способ. Это вот, допустим, если у вас уже товар продается давно, и вы раньше не знали, как делать рекламную кампанию, а тут вы вдруг прошли какой-то курс, либо где-то вычитали, как правильно это делать, то лучше всего делать маленькие бюджеты и на маленьких бюджетах по чуть-чуть дальше делать. Ну, крутить. Не пугайтесь, если у вас будет скликиваться бюджет в середине дня, либо утром еще. Ничего страшного. Потому что вы сначала собираете статистику, у вас сначала непонятно, как себя реклама будет вести. Сначала будет костер 200-300%. Но вы же ее отшлипы. Собирать дайджет, чтобы выкликиваться полностью, когда вы более-менее устаканили свою рекламную кампанию, когда поубирали все ключевые слова, которые едят, которые вы нашли оптимальные ставки, которые есть. Еще часто Амазон врет, когда говорит, что out of budget. Не надо в середине дня дергать бюджеты на рекламу. Это вообще большая ошибка. Дайте рекламной кампании еще раздубиться. Она где-то недели-две приходит в себя, а то и три. А у нас бывало и месяц, некоторые не кликались, не кликались, блин, раз и начали кликаться. Вот. Ну, то есть, даже ставки поднимали, что мы только не делали. Танцы с губнами делали. Вот. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, для этого лайва все, что я хотел рассказать. Я больше времени хотел уделить кейсами на тех, кто есть на лайв. Поэтому, если у вас есть вопросы, какие-то конкретные вот ваши там ситуации, давай вот лучше их рассмотрим. Потому что рассказывать о PCM много всего, но это надо показывать. Это надо конкретно показывать на пределном товаре, как это делать. На вашем товаре. Либо вот мы планируем запускать в скором времени мы будем выделим отдельный аккаунт, выделим товар, и на нем будем это делать. Давайте вот на ваших кейсах. Какие у вас есть там вопросы? Сейчас. Вот у Владимира, смотри. Сейчас я Алексей, этот, у вас, наверное, секс-ниша? У вас какой-нибудь вибратор, который вы выдаёте за массажёр? Читаю вслух вопросы, а то непонятно. Если товар условно не в своей категории, не в той, в какой 90% таких товаров, можно ли в ней настроить хорошо PCM? Можно до того момента, как пожалуется. Скорее... Что? Можно до того момента, как пожалуется. Слишком хорошо представишь свой товар, народ пожалуется на тебя, и тебя рано или поздно туда уберут. Вот и всё. Да, сменят категорию по-любому. Да. И на самом деле ты можешь просто по-другим, ну, не показываться по ключевым словам. Так, со связи, проблема, отключи видео. Фёдор, выключи видео. Если ты в другой категории. Выключи видео. Связь плохая, выключи видео. Выключил. Выключил. Всё, всё. Выключил. Теперь веселей, давай. Да, да, отлично слышно. Вот. Ты просто сможешь... Ты не будешь показываться по тем ключам, которые ты хочешь, возможно. Не можешь... Можешь не кликаться по другим ключам, потому что Amazon будет всё равно тебя воспринимать в той категории, в которой ты находишь. Вот. Мы... Это пример. Мы просто меняли с одной категории товар в другую. Вот. И реклама начинала работать лучше. А вот когда мы... У нас категория вообще... По-моему, мы были в Тайсен Геймс, и у нас рекламная компания просто стала не кликаться. И подключить те, которые были самые профитные, они стали просто ужасно работать. У нас этот листинг улетел в жопу. Вот. Ну, вот так я тебе могу ответить. А так вообще всё надо тестировать и пробовать. Если хочешь, попробуй, я оттестирую. Так. Как запускать PPC после аута? Снять с паузы и что дальше делать? До аута с PPC всё было очень хорошо, а кос автомата 25%. Ну, во-первых, когда ты ставишь рекламную компанию на паузу, а потом её включаешь заново, это для Амазона новая рекламная компания. Вот. Как правильно запускать, смотря сколько ты был в ауте? Я же напоминаю, когда ты будешь... Чем дольше, во-первых, рекламная компания работает, это даже не только в Амазоне, это даже контекстологи никогда не советуют там в Google AdWords выключать рекламную компанию. Чем больше рекламная компания работает в Амазоне, тем дешевле даже ставки становятся, тем лучше ты показываешь и всё остальное. а когда ты вышел в ауте и включил заново PPC, если ты долго был в ауте и рынок перенасытился, другие игроки зашли, то тебе придётся с самого начала это всё делать. Ну и чисто автоматом ты не выйдешь, там нужно контролировать ситуацию вручную, вручной рекламной компании. Поэтому после... ну чисто на автомат, это рекламная компания, которой ты не можешь управлять, кроме как убирать ключевые слова какие-то. Ну и бидом ещё немножко. И биджет, и биджет. Всё. Я бы сказал, что это всё не точно. Я готов поспорить с этим мнением, скажем так, поскольку компания у меня всё-таки побольше и поднятие автомата после аутовстока работает правильно настроенная компания изначально, работает потом на ура. Просто вопрос в том, сколько у вас негативов есть и цена вашего клика. Если у вас изначально стоял клик там за 2 доллара и это выше, чем в среднем ваши конкуренты ставят, то компания пойдёт работать дальше нормально. Но, опять-таки, меня научили говорить всегда в конце фразу, но это не точно. Ну там проблема ещё в том, что товары разные всё равно, ниши разные, товары разные. Там может набежать, пока вы в аутовстоке были, набежало 50 новых продавцов, они все поставили по 3 доллара и ваша компания будет просто загноблена и даже показываться не будет. Я же об этом говорю, смотря какой был аутовсток и как поменялся рынок, сколько конкурентов зашло. Вот и всё. Лучше работать без аутовстока, вот и всё. Да, если аутовсток недельку-две, вот мы рекламу благополучную, там, через 3-4 дня всё устаканивается, всё как было. Вот. Тут насколько промежуток большой был в этом. и насколько ниша конкурентная. Так, а куда вопрос пропал? Я не вижу вопроса. Почему-то. Там ещё был какой-то вопрос выше. Об нами, значит. Ладно, сейчас. Так, ладно, хватит. Есть ещё вопрос. Кто, как, увеличивает свои компании в плане добавляет новые слова, то есть кейворды. есть разные стратегии, например, брать серч-термы новые и добавлять их как кейворды. Но я спрашивал у Брайана, он сказал, что он в одну группу добавляет 50-70 тысяч слов. То есть в группу можно засунуть по тысячу, да? 999. Просто кто как делает. мы стараемся не больше 100 ключевых слов вообще использовать. А если лишние есть, отдельную группу составляешь? Что? Если больше 100, отдельную группу составляешь? просто когда 100 создаешь, там не все кликаются. Там работает определенный пул ключей. Даже когда следующие будешь добавлять, то на практике если они рабочие, они дальше будут кликаться. А те, которые не кликались, они так и не кликаться. Ну вот он говорит о том, что берется просто там N количество ключей в зависимости от бюджета. Там 30, 50 и остальные просто висят вот так, мертвым грузом, грубо говоря. Ну, просто интересно, как. в рамках годового например анализа эти мертвые ключи так ни разу могут и не показаться легко. Основные просто высокочастотники собирают на себя RIS-Traffic генерируют основной набор серж-штермов, которые у тебя отображаются в результатах. Запихнуть можно и тысячу слов, но смысла нет никакого. Ну, вот мне интересно просто то, как делать. Это я так делал, когда только начинал продавать на Амазоне. Брал тысячу ключей, сшарашивал туда из них работают. Аналогично. Вот, поэтому это уже такая схема. Чем точечнее бери, потом можешь по пути просто добавлять еще ключи. Не надо сразу тысячу и мишараш. Ну, базовый, в любом случае с брода все вытаскивается. А с брода вытаскивается может только то, что две продажи, то, что только клики делались или еще что-то. Все равно с брода основная масса их вытаскивает. Не с пальцев же их высасывает. С авторекламы с брода туда вытаскивается. Мы вытаскиваем и в три матч-тайпа опять засовываем. Ну, да, я и говорю. Насколько их можно увеличивать? То есть, у меня сейчас, например, 150 слов. Ну, плюс-минус. Ну, насколько их можно... А? И сколько из них кликается? Ну, где-то треть. Ну, то есть... Это нормально. Ну, просто интересно, что с ними делать? То есть, грубо говоря, вот есть в броде и у меня там куча ключей. Если любишь, отпусти. Я тебе так скажу. Вот. Не, но если очень хочется, можно отдельную компанию создать, да и все, я вам. Но и засуну туда эти ключи. По второму кругу и с нуля начать. Они не будут кликаться там тоже. Я тоже так делаю. Они там не кликаются. Они... Ну, так что с ними делать? Ну, вторую группу, например, сделать. Это тоже... Все, они не кликаются. Можешь их убрать. Можешь просто не обращать на них внимания. Убери, если они тебя бесят. На самом деле, периодически выстреливают какие-то ключи. Ну, просто забить, да и все. Есть они, есть. Одну продажу дадут в месяц. И нормально. Ну да. Они же тебе не мешают. Хуже не будут. Память на Амазоне, что у тебя облачного диска нет. Какая-то разница. Потому что реально бывает товар, е-мое, пять показов, две продажи. А бывает тысячи показов, семь кликов и ноль продаж. А другой месяц было все наоборот. И кто его знает? Это статистика. Статистика вещь обманщина. Немного можно посмотреть по-разному. Смотря... Не забывай, что на Амазоне все так быстро меняется, все просто капец. Там столько людей быстро заходят туда. Конкуренция там за неделю может всего произойти в разных ситуациях. Понимаешь? Вот такой момент. Поэтому за этим надо следить. Вот так. Металл, галик, пресс. Во всех типах соответствия работают хорошо. Ого! Кто-то в галик прессе. Показы CTR АКОС. Галик, пресс, металл у всех. И соответствую... Так, сейчас. Металлик, галик, пресс. Во всех типах соответствия работают хорошо. Показы CTR АКОС. Галик, пресс, металл во всех типах соответствия работают плохо. Показы есть, CTR хороший, АКОС очень-очень высокий. Итак, в чем же вопрос? Это было просто... Поделился с нами информацией Слава? Или нам нужен вопрос? Короче, поменяли местами слова и изменились совершенно данные. Вот и все. Опять же, надо продажи. Может, там одна продажа была, а там не было. А если там 100 продаж, а там 50, тогда это статистика, тогда интересно. непонятно, что такое хорошо и мне не очень понятно, что такое хорошо и что такое очень-очень высокий. Хороший, вот это все. Это же надо конкретно цифры смотреть, но непонятно. Я точно так же могу и отвечать. Что делать с Галик, пресс, металл? Слава, лучше напиши мне в личку, кинь свой листинг, либо дай, не знаю, мне доступ к рекламной кампании, мы посмотрим с ребятами, что там тебе можно делать вообще, в чем дело. Рынок же надо посмотреть, как у тебя листинг оптимизирован. Там куча факторов, которые влияют на это. Вот, что я тебе могу ответить. Вот. Еще, может, какие-то вопросы? Вот, еще, вот у Романа я пропустил вопрос, это самый типичный любимый мой вопрос. А КОС 30-40%, это нормальный уровень? Нормальный. Роман, это нормально, только надо понимать, ну, если у тебя маржа один доллар, то это нормально. Вот, я тебе скажу, надо смотреть, какой рынок, надо смотреть, какая у тебя маржа, какие ты цены преследуешь, ниши этого. Мне нравятся вот эти разговоры об АКОСе, я еще раз, вот, каждый раз по этому поводу. А сколько продаж-то было? Сколько продаж? Можно так задушить рекламу, иметь одну продажу в месяц и иметь АКОС в 10% этому гордиться, а можно иметь 40 продаж, из них половина по экзакту, первую страницу держать, на органике сидеть спокойно и иметь 45% АКОС. Это и вот так. Да, можно вообще поставить рекламную компанию в 1 доллар и у вас будет в месяц будет искликивать 30 долларов, но с этого АКОС там будет 15%. Да, продаж 0, ну там 2 копейки продали. Одно дело у вас реклама дает 30% продаж, другое дело 3% или 50% продаж. Так что надо понимать вообще какие продажи, 5 продаж или 25, то есть это все имеет значение и в день, например, или в месяц. Вот это чисто цифры, из-за этого и говорят, что это статистика, просто PPC это не решение любых проблем и всех. Это просто технический инструмент хороший, серьезный, который можно использовать абсолютно во всех направлениях, начиная с буста, заканчивая рестартами, потому что вы знаете, какие ключи двигать. Да. Вот, тут конкретно это, PPC это всего лишь одно звено всего. Надо смотреть картинку в целом, на все надо смотреть, на конкурентов, на спрос, на тренды, на ключи, на все надо смотреть. Да, и бывает такая ситуация, что и по PPC не получается тоже, потому что товар неконкурентный, потому что привезли неудачно, цена высокая, модель старая, не дай бог, и так далее, и так далее. Набор целый, шлейф такой обалденного запуска товара, выбора товара, или там он некачественный, ну, причин много. Я считал, ничего вытянуть. что есть самые главные моменты в успешных продажах на Амазоне. Первое, это сформированный хорошо оффер, второе, это реклама. Даже если у тебя супер охрененно сформированный оффер, и ты в низкоконкурентной нише, то ты будешь продавать там даже с рекламой, запущенной на коленке. правда, недолго. Вот. Так что, все зависит и от товара, и от рекламы. Есть еще вопросы? Ну, что там? Видимо, нет вопросов. Да. Ну что, давай я это вам расскажу о том, что я говорил о обучении, которое мы запускаем. Вопрос появился. А, вопрос есть? У меня нет, прочитайте его, Сергей спрашивает. Да, обнови просто все. А, о, все, есть. Что делаете с хорошими ключами по рекламе с высоким трафиком, кроме PPC? Имею в виду, как зайти в топ на первой странице. Еще раз я прочитаю. Что делаете с хорошими ключами по рекламе с высоким трафиком, с высоким трафиком, кроме PPC? Имею в виду, как зайти в топ на первой странице. А, короче, человек проработал PPC, у него есть ключи хорошие. Но он через PPC продает, а органики нет через эти ключи, потому что он не в трафике. Он хочет продвинуться. Вы имеете информацию, а теперь это, вы имеете информацию, откуда идет трафик, но теперь в ваших руках, вы волшебник своей судьбы. Возьмите деньги, вложите в раздачи, в экзакт рекламу, в купоны, может быть там в индусов, и выйдите в трафик по этому ключу в органику. Вот и все. У вас уже есть, вы уже знаете, куда идти, откуда идет трафик продаж. Зачем тратить на PPC, если вы можете через органику это продавать. То есть у вас открытая книга, а теперь вы уже другими инструментами пользуетесь, или тем же экзактом, чтобы туда зайти. Все. Да, у вас есть статистика, и это самое круто. Есть статистика, это означает, что туда надо бить. Все. Самая важная информация Амазона, которая от нас скрывается до сих пор, это откуда идет трафик продаж нашего товара. Самая главная информация Амазона, которую он владеет, и может любыми товарами запускаться, и будет всегда выигрышем. Потому что он понимает, то есть это набор информации от обычных покупателей, он же не может Амазон придумать. То есть они собирают эту информацию, собирают статистику. И они понимают, по каким ключам покупает Гарлик Пресс. Именно. По каким много, по каким мало. Мы-то анализируем один товар, они анализируют тысячи топовых. Все. У них все есть из-за этого. Все просто. Так, если я определил ключи и запустил мануал, надо ли оставлять автомат? Если автомат у тебя работает хорошо, ну, окос приемлемый для тебя, и органические продажи перекрывают это все, то зачем его автомат выключать? Под минусовый там слабо пусть себе работает. Бывают ситуации, просто автомат начинает работать ужасно. Вот. Ну, тогда и, собственно, обычно в таких ситуациях и мануал начинает работать ужасно. Вот. Все надо смотреть по ситуации. Если тебя устраивает ситуация, которая есть, то оставляй. Если нет, то убирай. Олег, спасибо. Сергей, ты здесь? Федосеев? Сергей. Ушел, наверное. А то меня рефералку спрашивают на эту, на PPC Scope. Ну, поймай моего, да, он кинет. Кинет. Вот. То он здесь, в этом висит, в чате. Ну, он чай пошел попить, заварил. Да, да. Возможно. Возможно. Так. Еще есть вопрос. Делаете минусы между компаниями? То есть, грубо говоря, если там в автокомпании есть какое-то слово, которое минусуем, то переносим его в другие компании или нет? Минус? Ну, да. Ну, допустим, негатив там, ну, я не знаю. Я там продаю что-то силиконовое, а там есть слово, металлическое, например. Я слово металлическое заношу в минус в автокомпании. Ну, грубо говоря, оно там плохо работает. То есть смысл его приносить в другие группы. А оно там показывается? В других группах? Ну, не знаю. Ну, зачем давать возможность показываться? Ну, если не показываться, зачем тогда дергаться? А вдруг оно там сконвертит тебе нормально? Вот, пример я тебе-то хочешь приведу такой абсурдный? Значит, товар, получается, там были определенные манипуляции с листингом, выкупы там, все остальное, и товар, грубо говоря, там из медицинской тематики, а по автомату Амазон его показывал как кухонные ножи. С какой радостью непонятно вообще? Да, непонятно. Вот, и, значит, непонятно совсем, это парадоксально было. И чтобы ты понимал, по ключевым словам, связанные с кухонными ножами, была продажа. Вот. Ну, вот из-за этого, наверное, я просто в шоке, это мой товар, на самом деле, и я анализирую, у нас не раз такого не было, по всем товарам, листинги мы пишем нормально, я проверил специальный серш термы по этим ключам, нету. Ну, они столько мне убытка принесли там, ну, просто глобально, сотни долларов. Где-то случайно зацепилось какой-то ногой, наверное, левой, там, задней, третьей, и начали. У меня есть гипотеза, что те, кто делали выкупы твоего товара, они параллельно все покупали. Да. Может быть, просто я говорю, я в шоке был, если честно, я-мое, то есть, вот так вот тоже. По идее, вместе выкупали, потому что у меня есть такая тема, тоже я нашел себя в категории вообще левой, абсолютно. Я там в органике выдаюсь. При этом я пробил листинг по индексации, и я по нему не индексируюсь, но в другой категории есть. Еще у меня забыл сказать такой совет, проверяйте ключи, которые из рекламы, индексируйте, если вы по ним по органике. Потому что часто бывает такое, что по ключам есть продажи из рекламы, но вы по ним не индексируетесь, то есть вы теряете органику. Ну да, это понятно. Время от времени проверяйте. И пишите короткие листинги, тогда будет лучше индексироваться. Кстати, да. Это я уже проверил. Мы тоже к этому пришли, что если короче делать, то... Проблем меньше просто гемора вот этого постоянного уменьшать, увеличивать, там, ковырять. А так ты блок сделал как раз, видимо, все-таки действительно правильно вот это умозаключение о том, что чем меньше написал, тем больше веса у каждого слова. Не распыляйте. Хотя я очень могу дать опровержение этому. Вот этот тяжелый товар, который я сказал, потому что мы там долго проверяли. Вот клиент пришел и сказал настойчиво. Я вот где-то был там на конференции, мне сказали, надо брать и забивать буллеты кучей ключевых слов именно. Вот неважно забить на читабельность и просто забивать ключи туда. И, ну, мы просили его этого не делать, но он настоял над этим, ну, короче, на этом. И мы это все-таки сделали. И он по ключам вылетел на первой странице, по-некому. Ой, ё-моё, знаешь, это из той серии, что и палка раз в год стреляет. Да. Это есть рабочие схемы, нормальные, адекватные, а есть всякие семинары непонятных чуваков, которые разжевывают элементарные вещи, там, по пять, по десять часов, по двое суток, по трое, и зачем, непонятно. То есть, тут все просто, я не знаю, все просто, нормальный товар, нормальный у него тренд должен быть, нормальная ниша, хорошая, соответственно, как ты говоришь, оффер, хорошая подача материала, фото, цена, там, я не знаю, отзывы подтянули. То есть, все грамотно сделал, грамотно запустил продвижение, в том числе и PPC, и вложил хорошие деньги. Надо это понимать, что такое хорошие деньги, что такое фото хорошее, надо все это понимать. Многие думают, что понимают, на самом деле не понимают. Ну, вот это так. Из-за этого про 30% окоса спрашивают, из-за этого. Многие не понимают. Вот, то, что часто бывает, ты переоцениваешь просто, и думаешь, для тебя очевидные вещи, очевидно для всех. На самом деле это не так, потому что просто не обладая таким опытом, человек не может адекватно это оценить. Соответственно, если ты делаешь все правильно, нормально, все проанализировал, даже один товар у тебя не зайдет, другой не зайдет. В любом случае, на длинной дистанции, ты будешь, ну, в данный момент, по крайней мере, что я вижу, однозначно будешь победителем, рано или поздно. И все взлетит. И не так, что там 3 месяца, там 2 месяца, PPC деньги вкладывать, какие-то у него ключи взлетят. Ясное дело, тут раздает там 500 товаров, там по верифаю, и, наверное, тоже взлетит, поднимешь конверсию. А если на старте ты сделаешь, то еще лучше. Так что, просто делайте качественно, правильно все. Тут разговор именно, вот я PPC сделал, у меня другая проблема была, мне как раз Федор это делал, и так далее. Но получилось там такими кусками, просто если делать, то один человек вот отдал, и все делает. Если отдал, или, соответственно, сам делаешь, вникаешь, сам делаешь. 10 стратегий не надо применять, это называется распыление. Определите по-простому. Сейчас понимаете просто, бровод, то есть автомат, от автомата отошли дальше, идем дальше, идем дальше, идем развиваем, выбираем ключи, их двигаем. Вот. Если хотите уже более сложные, соответственно, надо обращаться к ребятам и узнавать, как это работает. Вот. Если хотите более эффективно, опять же, то же самое, то есть вы заплатите, им денежку, а получится, что вы сэкономите на том же PPC, вполне возможно. Вот и все. То есть тут на самом деле все просто. Ну да. Еще вопрос. Автомат работает ужасно, оптимизация листинга нужна, нет? Надо смотреть на листинг. Андрей, Дима, можешь бросить листинг? Мы посмотрим. Скажем тебе, нужно ли оптимизировать, либо там, простите, и отпустили. Так. Автомат работает ужасно. Нужна ли оптимизация листинга? Я ему только же ответил, чтобы он не скинул в личку, потому что, опять же, тут куча факторов на это влияет. Да и тут еще, что такое? В любом случае, оптимизация листинга, это как человек недавно писал в группе, мои фото не продают. Может, у него товар не продается просто? Причем фото-то, как он определил, что у него фото не продают? Тут, блин, не бывает чего-то одного. Я еще раз говорю, вот так как, вот по крайней мере, тот опыт, который есть, вот эти десятки там товаров, которые запускались, там, я не знаю, уже там давно, за сотни это все зашло, сотни уже товаров, можно сказать. Ситуация простая. Если ты понимаешь все, что на Амазоне, я раньше, кстати, смотрел, думал, что фотографии вообще на Амазоне люкс, но постепенно разбирая, вижу, что в основном, в основном, это 90%, это любительская фотосъемка, не более того. И кто бы здесь, какие фотографы не были, что бы там не рассказывали, пальцы не гнули, у всех 7 фотографий, 10 фотографий не вытягивают. Бывает, первую классную сделают, потом трэш какой-то идет, потому что с моделями сложно, это дорого, движение, только крупные бренды делают настоящие фотосессии. Все остальное, это барахольные фотографии, уровни любителей, качественных, пускай любителей, хороших, но не более того, или не специалистов предметной съемки. Это во-первых. И не надо рассчитывать, что какие-то фотографы вам там что-то сделают. Это действительно надо расти, и там это бешеных денег стоит. Мы, например, там 300 долларов, а вполне возможно это 3000 долларов стоит, чтобы модель там, там я не знаю, кто бы это сделал, что бы то. И вот это вот, все вот эти вот вещи, если правильно, нормально сделать, тогда об окосе, в принципе, думать не надо. Надо думать только о сессиях, потому что все товары, которые выходили на нормальные сессии, вот по крайней мере, которыми я управлял, которые мы консультировали, сессии поперли, поперли продажи. Это о чем говорит? Значит, товар подготовлен, его надо, чтобы просто увидели. Соответственно, мы сначала делаем буст, буст, потому что, когда он будет на первых страницах в виде PPC или в виде органики, и если пойдут сессии, значит, мы сделали все правильно, первую фотографию, количество отзывов подогнали, цену, все, если сессии пошли в бизнес-репорте, все, успех гарантирован. Проблема будет другая, аутосток, то есть, если вы привезли мало. Из-за этого мы сейчас, минимум я вожу 2000 штук, это прям вообще минимум, и каждый раз еще так, 2, 3, 2, 3, вот сейчас вожу. То есть, как раньше мы возили 300-500, вот эти разговоры, непонятно вообще, откуда это взято, потому что я тогда, я занимался логистикой, я могу спокойно посчитать, 2 плюс 2 сосчитать, средней продажи в нише, срок доставки, срок производства, товарные остатки. Но если просто посчитать, получится, ну, вот 2000, это вот минимум, вот возьмите, просто перепроверьте, если не лень. Просто простую математику. Вы скажете, а сколько я буду, у нас какую сумму, мне про... Ну, если вы туда идете, вы знаете, как продавать, то надо ориентироваться, то есть, если в нише продается, например, от 100 до 10, предположим, на первой странице, берите хотя бы полтинник. Это по минимуму берете, потому что очень часто подходишь топ-2, топ-3. Очень часто. Это 80-90 продаж. Из-за этого я беру запасы. И подсчитайте математику, когда переговоры с производительным, вы ведете с китайским, обязательно уточняйте срок производства товара, это тоже критично, критично, помимо веса, потому что если морем, это тоже критично. Это все инвестиции, просто когда говорят, приходите, обучайтесь там, мега-бизнесу за 2 тысячи, там, 3 тысячи, входной билет, ну, получится, может быть, даже нормальный старт, out of stock и привет. Вот и все. То есть, вот это все имеет значение. И вот эти разговоры об out of stock, они вот у меня постепенно уходят на второй план, потому что я, к сожалению, к этому шел какой-то период времени и наделал вот этих ошибок и потерял огромное количество и денег, и сил, и нервов вот с этими out of stock'ами. Вот и все. За это всегда на это внимание обращаюсь. А если вы будете побеждать все всех, то есть вы будете их получать, они у вас будут расти, если вы все правильно сделали, то успех практически гарантирован. Ну, может быть, краткосрочный, там, я не знаю, но в любом случае. Ну, не всегда гарантирован. В некоторых случаях как у вас невозможно просто без падения продаж существенного снизить до какого-то... я не про PPC, я говорю про органику исключительно, про общие продажи. Не, у меня просто график идет, график по сессиям идет, то есть если сессии пошли, на товар заходят, в любом случае продажи прямо, вот все время у меня прямо пропорционально. То есть вот, если нормально ты подготовил продукт, он у тебя востребованный, нормальный, адекватный, вот, ты не продаешь его в два раза дороже, потому что ты какую-то там коробочку за доллар целый аж сделал, е-мое, бархатную, вот, а ты сделал конкретно конкурентное предложение, или с той же коробочкой по той же цене, как у конкурентов, или дешевле. Должна быть причина, когда выбираете товар, все равно надо понимать, причина, почему должны у вас покупать. Это или будут высшие отзывы, или их больше будет, или у вас будет ниже цена, или вы что-то такое сделаете, или у вас фотографии красивее будут, и они будут более нарядные. На Алиэкспресс зайдешь, по 5 баксов эти все товары, которые, основная масса, ноунейм, которые, те же, хомкит, там половина ассортимент, там 5, там 15. Тут вы 5 долларов прилепили, и 5 долларов прилепил Амазов. Вот и вся разница. Тот же самый Алиэкспресс. Но они пока это не умеют сделать. Сергей, тут просили ссылочку, скидочку на, на этот самый, на PPC. Скинь, пожалуйста. Кому надо, как бы, пользуйтесь, пока есть такая возможность. Ну, минимум до конца марта, а там посмотрим, может, передоговорю, чтобы скидку оставили, нам на постоянной основе. Потому что, я кроме как в Амазон Лайве и Селс Хабе, нигде ее не оставляю. Вот от числа нужного пользования, я бы даже так сказал. Кстати, там был вопрос, я пока шел за суши, слушал по поводу минусования негатива, кросс-минусовки. Я считаю, что мне нужно использовать нужно, просто не сразу. Изначально поискать вот эти вот ножи, про которые вы успели рассказать, но в целом, если товар силиконовый, крайне, крайне маловероятно, на огромном множестве товаров было проверено, что вас будут продавать по каким-то уникальным, не вашим запросам. У меня есть такие примеры, как чашка продавалась по Twin Peaks Poster, то есть искали, блин, наклейку на стену, а купили чашку. Бред полнейший, откуда такой серш-терм появился, мне вообще непонятно, даже с листинга его тяжело по буквам, наверное, составить, но тем не менее продажа была. Были еще там глупые продажи, но такие слова все равно серш-термы уходят в бан, причем по всем компаниям, для того, чтобы не генерировать этот левый трафик. остальные продажи. Я тоже кнаек поставил, убрал, да и все. Вот тут получается такая тема, что у меня она работает вообще непонятно. То есть, допустим, если силиконовый, то есть продажи по, я не знаю, по какому-то стеклу или по металлу. Ну, то есть, это вообще противоположные вещи. Я же нашел такие запросы, что там купить молоток силиконовый или стеклянный. Ну, например. Я забыл просто, какой у тебя товар, для того, чтобы прокомментировать твою ситуацию, кинь мне в скайпе его. Сейчас. И тишина. Все ждут комментарий к товару. А, вот точно. Я думал, что я ошибаюсь по поводу товара. В общем-то, Руслан спрашивает про товар, который может рекламироваться к разным изделиям. Потому силиконовый, деревянный, абстрактный, еще как угодно, кривой и так далее, это его слова, к сожалению. И пока он много-много денег не потратит на PPC и не поймет, что клиент тусуется исключительно в кривых изделиях, то нельзя будет заминусовать ни силиконовый, ни деревянный. Ну вот я об этом, да. Пробуй, короче. Ну вот, например, я сейчас запустил стекло, очень много пришло новых товаров, там бокалы для вина, декантер и еще что-то. У меня сейчас в день уходит 400 долларов на рекламу с продажами долларов на 200. То есть это убыток, ну как минимум 300 баксов в месяц, ой, в день у меня чистого убытка. Но я знаю, что я смотрю не на месяц и не на два вперед, а на минимум год, а то на два, на три, и товар плавает контейнерами, то это покажется вам на общем фоне маленькой цифрой. Для тех, кто только-только запустился и чуть-чуть у него там товара, чуть-чуть... Ну это горизонт инвестиций называется, надо понимать просто свой горизонт. Да, если мы занимаемся тупо перепродажей сейчас и надо быстро вернуть деньги, то да. А если как мы его работаем, то вот как раз, как ты говоришь, Сергей, набиваю статистику, смотрю, как оно продается. За первых три дня, вот у меня три дня проработала реклама, уже там почти 3000 долларов скушала, за 4 точнее, запросов тьма. Я понимаю, что мама дорогая, я буду собирать статистику по продающим еще очень-очень долго. С учетом того, что я не делаю выкупы, не заказываю отзывы, ничего такого, вот звездочек у меня ноль, то я думаю, не раньше, чем через месяц я увижу какие-то адекватные результаты. И что ты с ними сейчас делаешь? Просто закручу рекламу, то есть я сейчас сначала запустил очень дорого, ну для меня, для этой ниши 2 доллара, 2,50, это было очень дорого за клик, сейчас я срезал к доллару в среднем, автоматы и ручные компании. Некоторые поставил на suggest беды, посмотрю, что будет. то есть я сейчас специально прижал немного рекламы, потому что я стараюсь крутить как можно сильнее, как можно дольше, но мне интересно через 2 дня, когда Pixyscope подгрузит данные, посмотреть на результаты. Сейчас слишком мало данных для анализа, просто вижу, что огромное множество запросов, а куда они, к чему относятся, пока не ясно. Короче, мазохист, с нулем, сейчас был бы у него там 50 отзывов, конверсия была вообще другая, а если 500, был бы вообще 3, ну можно, можно так страдать. Просто он в биткоин вложился, и у него нет денег. Не, биткоин нет. Вот сейчас уже не так хорошо. Если он зашел в биткоин, это для него копейки, это нормально. Тут еще дальше вопрос. Нет, ну я не знаю, я за комплекс всегда, я никогда в жизни не буду упор делать на что-то одно. Я считаю, это неинтересно. Я думаю, что эти 2-3 тысячи или 4 тысячи долларов, которые ты слил, можно было бы как-то и по-другому использовать. У меня аккаунт, где по-другому. Ну, короче, есть своя философия, я ее не проповедую совершенно никаким образом, я просто рассказываю, как бывает. Мы поняли. Ну, прикольная стратегия, я первый раз так услышу, но прикольно. Там вопросы еще есть, смотрим. Да, есть еще вопрос. По рекламе было КОС 12-23% по разным компаниям. Начал использовать PPC-скоп, но думаешь, что не разобрался и убрал продающие ключи. Возможно, ли вернуть назад настройки или уже не навсегда испорчена статистика. А убрал продающие ключи в плане, Юрий, ты их поставил на паузу или ты их заминусовал? И как ты именно заминусовал? Если ты их поставил на паузу, ну, попробуй включить обратно и посмотреть. Если ты их заминусовал, ну, попробуй их обратно вернуть из минуса. Ну, я не знаю. Просто надо потестить. Вот это все твой вопрос. И все. И неизвестно, вот опять же, вопрос, возможно ли вернуть. Неизвестно, на какой промежуток времени ты прошел. Может, уже рынок поменялся в этот момент. Если ты хочешь более детальнее, чтобы мы посмотрели, тоже сбрось мне этот листинг, дашь мне доступ к своим рекламным компаниям. Мы с ребятами посмотрим и скажем, можно ли там оживить тебя или нет. Вот. Потому что это такой вопрос более, ну, личного характера. Так тяжело ответить на него. А вот вопрос продолжения в эту тему. Если заминусованные ключи и найти их все сложные, вытянуть сложно, не проще ли удалить полностью компанию и включить туда уже продающие ключи? Что бы было никаких минусов? Тоже вариант так сделать. Тоже, ну, отлично, когда, знаешь, к нам часто, к нам часто приходят клиенты, которые вот так и сделали, как Юрий, они налубили кучу минусовых слов туда. Вот. Если рекламная компания уже хреново работает, то мы просто ее ставим на доллар либо выключаем и запускаем новую. Но вот был последний момент, тоже человек зашел к нам с рекламной компанией, он наминусовал туда кучу ключей, но в целом рекламная компания работает хорошо. И как-то вытягивать их оттуда тоже не очень хочется, чтобы как-то менять это все. И мы тогда приняли решение, что мы ничего не делали. Мы, по-моему, мы хотели только создать рекламную компанию, ему новую, но у него там проблемы были с этим, с отзывами и с аутом. Короче, мы так и не затестили. А как здесь история самой компании? То есть она же лучше продает. То есть каждая старая компания, она будет лучше продавать, чем новая. И что именно? Постоянно некоторые делают заново. Какой смысл? Какой смысл удалять там слова и переносить ее в новую компанию? То есть она будет раскочевариваться опять очень долго. Никто не говорит тебе удалять слова или еще что-то. Это я по вопросу предыдущему. Если он там все заминусовал уже, все нормальные слова заминусовал случайно, то понятно, что его предыдущая компания уже плохо работает. Если он задумался о том, чтобы их обратно вытаскивать из минусов. Я именно поэтому ему и сказал, чтобы он в личку написал, потому что надо понимать, что там произошло. Можно ли что-то сделать, если в одном и том же запросе в возможном числе в единственном очень разной картине? можно ли что-то сделать, если в одном и том же запросе во множественном числе и в единственном очень разная картина? Единственное число показов 100 кликов, продаж, конверсия, множественное число. На самом деле там надо, нет, ничего нельзя сделать, на самом деле это нормальная ситуация, когда множественное число либо единственное число совсем по-разному работает. Кто-то работает намного лучше, по ком-то вот такая ситуация у тебя. Ну, это просто нормальная ситуация, расценивай это как два различных ключевых слова. И все. Ни больше, ни меньше. Ну, хотя, смотри, у тебя CTR хороший. надо смотреть, почему так, посмотри, где ты показываешься, по каким серчерам, точнее, по этому серчерам, посмотри, где ты показываешься, среди кого. Я так предполагаю, что там просто выдача конкурентная очень. Короче, тоже можешь в личку написать. Посмотрим, что у тебя такое. но у меня часто такая ситуация, тут нормально. Ну, плюс-минус одинаково, лучше тогда кинь листинг, посмотрим, в чем дело. есть еще вопросы? А что значит оптимизация листинга, пожалуйста? Ну, мы же не будем вам оптимизировать листинги. Не, мы можем, конечно, это сделать, без проблем. Но, опять же, мы уже повторяли этот момент, то, что оптимизация листинга далеко не единственный фактор, который влияет на продажи и на все остальное. Привет. Привет. Я хотел спросить, а вот к этим программам 30-40 селлер-аккаунтов можно подключить? Какой там интерфейс удобный? Я же ответил в личку. Ну, в личку и в общем чате. Можно до 7 аккаунтов на 1 аккаунт. То есть 1 аккаунт скопа можно подключить 7 аккаунтов амазоновских. Ясно. Как-то решить можно, чтобы больше было или нужно будет просто перелогиниться? Нужно будет перелогиниваться, больше не получится. Они там кейсы палить не будут? Окей. Это официально разрешено. Нет проблем. У меня, например, было 3 аккаунта Британия, Канада и Штаты. Есть вот у Дениса мы подключали 2 аккаунта оба штатовских. То есть можно 7 любых, каких хочешь. Своих, чужих, как он. Я понимаю, я имею ввиду, что там создам 3-4 мультиаккаунта в скопе, то есть они окей с этим, что там будут на лайфизах и на накажем будут. Нет, все нормально. Если что, напишешь пличку, решим этот вопрос. Хорошо. Я думаю, что в любом случае это через сервер все проходит. Я думаю, что не должно проблем быть. Но мы все равно для каждого аккаунта мы разный PPC-скоп проплачиваем. Ну иначе будешь делиться информацией между аккаунтами, чего люди не сильно хотят делать. Я просто параноик, и поэтому мы проплачиваем за разные аккаунты, разные PPC-скопы, и разные программы. вот так вот. Так, есть вопрос. Если название продукта состоит из двух слов, но также люди делают запросы одним словом, слепка из двух слов, как в этом случае продвигать ключи? Что посоветуйте? Непонятно. Вопрос. Все зависит от того, как продвигать ключи. Ну, что значит, как продвигать ключи? в PPC засунь, можешь выкупы сделать по ним. Я не знаю, какие там ну, неконкретный вопрос, не могу тебе дать ответ на неконкретный вопрос. Задавайте вопросы голосом, переходите в Zoom. Что значит ты мне в личку PPC-ту? Алексей, мы про PPC-scope говорили. PPC-scope это не PPC-ту. все, вопросов больше нет. Да. Давайте я еще задам вопрос. Если я там скажем Pivot-ом пользуюсь, ну, я в древней тары, то есть какой функционал дополнительный я получу от этой программы, о которой мы сейчас не говорим. PPC-scope? Да. А чем ты пользуешься? Табличками? Да, Pivot-ом. то есть, мне там, скажем, сделать выгрузку, пивот, и все там занимает, скажем, полторы минуты, скажем так. Какой дополнительный функционал я получу тут? Ну, первое, что я тебе могу сказать, это у тебя будет история, там сразу автоматически подтягиваются, тебе, он автоматически изменения любые, которые ты делаешь там, в PPC-scope, они подтягиваются в рекламный кабинет, и ты записываешь, ну, и он записывается автоматически в историю. Это очень удобно, не надо тебе, если ты делаешь сразу 200 изменений, то тебе не надо их заносить руками в какой-то Google-документ и все остальное. Первое преимущество, второе, это что ты можешь смотреть отчеты в разрезе недели, третье, это что у тебя там миллионы графиков и все остальное, которых нет в отчетах никаких, и которые тебе ни одна программа не построит. оно само тебе различные графики выстраивает. Вот. И он достаточно удобно рассматривать все в разрезе серч-черма. Вот тебе все преимущества. Очень удобно. Я бы коротко рассказал, что просто сэкономишь. Я боюсь. Что? Ну, то есть, экономит? Окей, я понимаю. Ну, то есть, ты в этой программе идешь, график мы боимся. В этой программе идешь, да, график такое спорное преимущество картинки, а вот то, что ты идешь в одной программе, жмешь там, меняешь там, вот эти изменения в одном месте. То есть, не надо с Excel-ем там вот эти все танцы с бубном, туда-зайти, сюда-зайти, все разделяется, там чуть-чуть поудобнее просто. табличку подготавливать надо еще 30 минут. Не, ну, в этом отношении, да. Все изменения автоматически в течение 10-15 минут подружаются на Amazon, да, то есть, проблем не было ни разу. Не, не было. Изменения подружаются в течение полминуты максимум из-за корзины. они моментально там делаются и никаких, никогда не было нареканий на то, что что-то не произошло. Ой, что-то, ну, изменения какое-то не было внесено. Все вносится. Они, это очень крутая программа. А курс, да, курс, 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 что вы там сейчас продвигаетесь, то есть, это именно курс по, ну, я так говорю, не по PPC, а по использованию этой программы или вообще вообще обучаете PPC. Вроде вопросов больше нет, я могу теперь рассказать, в принципе, его курс. Давай, давай, расскажу. Вот, значит, Енадий Гайша еще задал вопрос. Сколько показывает в неделю должно быть у ключа? Непонятно. Вот этот вопрос такой себе, чтобы можно было по нему принимать решение. Все зависит от ниши. Вот. Значит, по курсу этот, получается, смотри, и мы с ребятами сначала запустили PPC, агентство PPC под ключ, мы делали именно, настраивали ребятам под ключ. Но просто, когда мы вот это все делали, мы поняли такой момент, что людям все равно, даже если мы им делаем под ключ, всем интересно, как это происходит, зачем это происходит, а куда вы тут изменили, а тут что вы сделали, куда вы плацнули, все остальное. Мы решили запустить именно уже курс обучения по PPC. Вот. И это будет именно комплексный курс. Через пару месяцев это будет видеокурс, в котором люди будут смотреть, а потом будет цессия, вопрос-ответ, там задание, все остальное. Сейчас я собираю 10-12 человек, чтобы мы проработали с ним лично. Для того, чтобы с каждым человеком, это не будут групповые, это будет личное общение с каждым на рекламной кампании каждого человека. Для того, чтобы я сейчас почувствовал вообще каждого человека, что ему надо, как правильно формат сделать, как правильно это обучение сделать. Вот. И мы сейчас набираем вот в группу 10-12 человек именно личного общения, именно по PPC. Это 6-недельный курс, плюс первое нулевое занятие, это вводное, это я рассказываю, как мы запускаем товары, нашу вообще стратегию, чтобы мы были на одной волне. Вот. У меня там, ну мы уже, мы запустили, анонс сделали на прошлой неделе, у меня там еще осталось где-то 3-4 места, максимум, которые я смогу еще взять. Вот. И за курс, за вот это, то, что это будет формат, если вы в Киеве, то вы можете в Киеве приходить к нам в офис, он у нас на Хрещатике находится в Пассаже, можете проходить это там. Либо, если вы не в Киеве, то это по Skype, онлайн-звонки, в котором я буду рассказывать, давать задания, и мы будем делать это все на вашей рекламной кампании. Плюс в это все, мы, естественно, все проанализируем рынок, ваш листинг, и подготовим его перед тем, как посаживать, садить туда трат. Вот этот весь курс, за него мы будем брать 950 долларов, но для тех, кто именно в Amazon Live, мы для них делаем скидку, и мы беремся за работу с человеком за 850 долларов. Гарантию возврата денег мы даем в течение двух недель. Если в течение двух недель что-то непонятно человеку, мне нравятся форматы, все остальное, он оставляет за собой возможность просто взять и попросить деньги обратно. Вот. Все, я думаю, предельно рассказал. Если кому-то интересно более детально какие-то форматы, просто пишите мне в личку, я здесь, меня вниз еще прикрепит к Лайву более детально. Сейчас я сверху над этим самым на шапкой взял. Если сейчас есть у кого-то вопросы по курсу именно, личной работе, можете задавать? Это сейчас группа такая, быть лично, потом это не будет настолько личной работы именно в обучении. А сколько по времени месяц? Шесть недель. Если тебе понадобится семь недель или восемь недель, я сделаю так, чтобы ты сделала тебе дополнительной. Моя задача так, чтобы ты понял все, что я тебе рассказываю и применил по тому успешному все было. Понимаешь, например, то, что вот эта группа 800, ну, 850 долларов это не большие деньги. Что тебя заинтересовало? Ну, ты, видать, меня не знаешь, раз ты меня спрашиваешь. Не, я тебя не знаю. Не, спасибо. Не, я просто спросил потому, что задали вопрос мне, и я спросил у тебя. А, это Сергей, да, сейчас говорит? Да, да. А, Сергей, это ты, да, знаю тебя. Тут есть вопрос. Подскажите, как правильно действовать? Amazon предлагает цену клика на количество на ключевое слово от 0,8 до 6 долларов. Какую цену лучше ставить в начале запуска PPC? Ближе к максимальной, а потом понижать и тестировать? Где ты будешь показываться? Ну, смотря, какие у тебя бюджеты есть, сколько ты готова инвестировать? Если ты хочешь быстро, то можешь сразу рубить там много. Но я бы рекомендовал посередине где-то сделать, а потом по чуть-чуть, по чуть-чуть поднимать и, ну, тестировать эту ставку. И смотреть, где ты показываешься. Вот такие вот дела. Ну, думаю, все ясно. Нет, а еще, Федор, вот меня многие спрашивают именно еще про услугу настройку PPC под ключ. Сколько стоит примерно, да, и что туда входит. Так, ну, так, значит, что это за услуга вообще такая? Значит, мы берем ваш листинг, мы берем ваши рекламные кампании, смотрим на те, которые есть уже, корректируем их, если они хорошие, ну, допустим, достаточно, ну, ну, с ними есть куда работать. Мы работаем с ними. Если мы смотрим, что это откровенно плохие рекламные кампании, то мы забираем оттуда ключи, которые концентрировали, создаем свою рекламную кампанию. Мы полностью делаем все под ключ. Вот. Мы еще создаем для вас в Вайбере либо в другом мессенджере чат, в котором буду я, будет еще Анастасия, это аккаунт менеджера, которая связующая звено между вами и командой нашей, которая, чтобы быстро реагировали на все ваши вопросы. Мы запускаем рекламную кампанию, две недели мы берем на тест, вот, потому что сразу сказать, какие будут показатели, под каким окосом мы придем и все остальное непонятно. А в течение недели-двух можно хоть худо-бедно понять, будет дело либо нет. Вот. С этим. Потом еженедельно даем отчет в таблице развернутый, если нужно, мы созваниваемся и рассказываем по каждому отчету, подсоединяем к вам программу по отслеживанию продаж, по позициям по ключам и PPC School. В PPC School там сохраняются все изменения, то, что есть, и ведем вашу рекламную кампанию полностью. То есть вы, грубо говоря, вы просто наслаждаетесь процессом и следите, как улучшается ваша госс, либо не дай бог, ухудшается и все плохо. Ну, бывает, да, я не буду скрывать, что у нас есть проценты людей, с которыми не получилось, ничего, это там, наверное, людей 5 из 40, наверное, ну, ничего, там, это опять же с товаром связано. Ну, мы работаем свое дело как бы профессионально, мы листингов, наверное, уже 180 прокрутим. Вот. Так, значит, услуга стоит в первый месяц, она стоит от 300 долларов до 450 долларов. Это для участников именно группы лайв. Все зависит от листинга и какую работу там надо провести. Вот, естественно, что мы подготавливаем листинг, листинг перед посадкой трафика, делаем рекомендации, фото переколошмачиваем, если нужно, переписываем, если нужно, под себя делаем. Вот. И последующее введение это 250 долларов. Если у вас больше листингов, это в индивидуальном порядке мы обсуждаем и делаем скидки вам, если у вас больше листингов. Чем больше, тем дешевле. Вот такая услуга. Если что-то еще не успел сказать, тоже можете мне писать в личку, задавать вопросы, я отвечу. Вот. Аня, еще что-то спрашивает? Да, нет, вроде бы. Будут обучение и под ключ к PPC. Сейчас я дам ссылку на личку в Zoom. Если нет вопросов, какие-то? Какие требования по обучению? Когда старт обучения, сколько нужно товаров, чтобы было в стоке? Сколько отзывов, чтобы было на товаре? Какие требования по обучению, чтобы вы были не, извините, глупым человеком? Вот. Самое главное. Адекватным, потому что рожденный плавать, летать не сможет. Когда старт обучения? Обучение начинается с момента проплаты и нам надо будет где-то один, два, три дня на то, чтобы мы исследовали рынок, подготовили ключи, рекомендации, прописали стратегию. Потом мы созваниваемся, определяемся о первом звонке. Потому что это не групповое обучение. У меня уже запустились люди, со мной уже работают. Сколько нужно товара, чтобы было в стоке? Все зависит от ниши, смотря сколько максимум там продаж. Это все тоже индивидуально. Сколько отзывов, чтобы было на товарах? Тоже индивидуально, смотря сколько. Я повторяю, и у меня товары есть, которые начинают продаваться, когда пять отзывов на листинге. А бывало такое, я завозил, забывал включать рекламу, у меня было в первый день пять продаж. Вот. То все это зависит. А может, надо что-то отзывов, может, пятьдесят надо. Это все надо исследовать рынок и листинг. Вот. Пишите, Виталий, мне в личку, и я уже с вами все это обсужу. Так, может, там еще вопросы пишут? Я смотрю уже так, народ подугас. практически два часа. Прошло удовольствие. Пора закругляться, я думаю. Я тоже думаю. А то у нас на Ютьюбе вообще никто не смотрит видосы по два часа. Это жесткий вариант. Меня все-все просят, чтобы мы какой-то тайминг завели там в течение часа, чтобы так все четко разложили. я говорю, когда на вопрос тогда отвечаю? Тогда получится одна обокая. Ну, не знаю, как лучше это все сделать. Вроде сформулировали, вроде четко рассказали, достаточно быстро, и все равно два часа. Ураги без воды. Да. Вижу проблему в видосах двухчасовых, можно всегда включить скорость полтора и вполне нормальную свою информацию. Ну, тогда получше не два часа. Я просто пересмотрел. Тогда получше не два часа, сколько там там? Час двадцать. Все равно жесткое мы, но не каждый может себе позволить. Тяжело. Ладно, я думаю, надо прощаться. В принципе, кто пришел, всем спасибо. На будущее в зуме голосом тогда будет меньше вот этой воды опять же с перепросом вопросов, перепиской. Не понимаю, в чем сложность. Микрофон на компьютерах что ли нет? Зум на телефон подключается, никаких проблем нет. То есть у нас все равно это больше идет формат подкаста, я не знаю, то есть, а не видео какой-то вебинаров там и всего вот этого дела. То есть, здесь вся ценность исключительно в личной консультации. То есть, что человек может ответить на любой ваш вопрос онлайн сразу, а не когда-нибудь потом что-то непонятное. Я бы вообще как-то, я больше люблю, когда не я готовлю какой-то контент, а просто задают люди вопросы и на них сразу отвечаешь точечно все остальное. Потому что непонятно, что человеку надо, столько людей слушать, кому-то надо то, что рассказывать, кому-то другое что делать. Все ясно. Всем спасибо, до новых встреч, понедельник, 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 что-то будет у меня, не помню уже, что-то хорошее, интересно. Анонс напишу потом. В принципе, все тогда. Всем пока. Всем пока. Всем удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok